Барбара Брыльска, актриса театра и кино польского происхождения, прославилась благодаря роли Нади Шевелевой в картине «Ирония судьбы» или «С легким паром». Актриса появилась на свет 5 июня 41 года в местечке Скотники. Девочка росла в небольшой семье, отец был слесарем и часовщиком, мать Шевелевой. У Брыльской была младшая сестра Ядвига. Родители воспитывали в дочерях скромность и набожность. В детстве Барбара была очень тихим ребенком. Заметив в старшей дочери способности к рисованию, Брыльские приложили все усилия, чтобы обеспечить ей обучение в художественном лицее. Там девочку заметил директор училища, порекомендовал ее знакомому режиссеру. К 15 годам Барбара уже появлялась на экранах. Актриса начала посещать театральный кружок, подала документы в высшую школу театра, кино и телевидение в Варшаве. Первым супругом актрисы был математик Ян Боровец, который сразу после женитьбы потребовала девушке полностью посвятить себя ведению домашнего хозяйства. Мужчину раздражало публичная жизнь и ее общество. Через год актриса не выдержала и вернулась к получению образования, при условии, что в титрах к фильмам она будет появляться только по девичьей фамилии. Во время съемок фильма «Фараон» у Барбары завертелся роман с актером Ежи Зельником. Актриса добилась у супруга развода и вышла замуж за нового возлюбленного. В процессе съемок картины «Белые волки» Барбара сошлась со Слободаном Дмитриевичем, чувство которому в дальнейшем называло самой сильной любовью. Молодые люди собирались пожениться, но мать актера была категорически против и сосватывала сына за богатую девушку. Из-за такого удара у Барбары началась депрессия, справиться с которой ей помог Людвиг Космаль, ставший впоследствии третьим официальным мужем Брызкой и отцом ее детей. В 1973 году после нескольких выкидышей у актрисы появилась дочь, через 9 лет сын. Детей называли своими именами Барбара и Людвиг. Брызка видела в дочери продолжение себя и рано принялась воспитывать в ней актрису. Впервые мать с дочерью появились на экранах, когда девочка окончила школу в 1988 в фильме «Час полнолуния». После этого девушки начали проявлять интерес модельные агентства. Ее появлению на страницах глянцевых журналов поспособствовала супруга режиссера Юлиуша Махульского Елизавета. Бася, как ласково называли Барбару Матшу, уехала в Париж работать моделью, а после перебралась в Японию. Режиссеры заинтересовались девушкой и увидели в ней талант драматической актрисы. В 1993 году Бася появилась в драме «Мотив тени», получила приглашение в новый проект «Фальшивый автостоп». 15 мая 1993 года Касмаль вместе со своим молодым человеком поехала за город. По иным сведениям, она возвращалась домой. В дороге водитель не справился с управлением, не вписался в поворот и столкнулся с деревом. Впоследствии аварии актриса погибла, водитель отделался несколькими ушибами. По некоторым данным, пара уже не раз попадала в автокатастрофы, после одной из которых Барбара оказалась в больнице. После аварии Барбара впала в депрессию, несколько лет отказывалась работать и покидать дом. В то время в жизни актрисы пришли медикаментозные вещества и алкоголь. На момент смерти сестры младшему сыну Барбары Людвигу было всего 10 лет. Мальчику пришлось присутствовать и смотреть на страдания матери. Однажды ребенок не выдержал и начал убеждать женщину продолжать жить ради него. Это помогло Барбаре восстановиться, вернуться к нормальной жизни. Женщина целиком посвятила себя сыну, начала его сильно баловать, передала Людвигу всю нерастраченную любовь. Сын Барбары Брыльской женат, его супругу зовут Александра, у пары двое детей Шимон и Якуб, которые родились в 2014 и 2018 годах. Соответственно, мужчина вместе с семьей живет неподалеку от Варшавы, чтобы быть поближе к матери, которая редко покидает дом из-за пандемии и болезни. Брыльская борется с раком языка. Людвиг управляет маленьким автосервисом и часто навещает маму, помогает ей с домашними делами. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.